Был ли ящер пустой тратой компьютерной графики? Подошел ли новый образ Электро? Столкнув врагов Человека-паука лицом к лицу, мы ответим на этот вопрос – кто из них самый плохой, а кто самый крутой? В Человеке-пауке нет пути домой Уильям Дефо, Альфред Мулино, Томас Хейден Чорч, Рис Иванс и Джейми Фокс снова вернулись к своим ролям Зеленого Гоблина, Доктора Осьминога, Песочного Человека, Ящера и Электро. Пришло время построить антагонистов в ряд и составить рейтинг самых безумных и крутых злодеев в Человеке-пауке нет пути домой. Покрытый чешуей ученый доктор Курт Коннерс был первым врагом Человека-паука Эндрю Гарфилда в фильме Новый Человек-паук 2012 года. Ящер вернулся в фильме Человек-паук нет пути домой, но у него меньше всего экранного времени среди всех других злодеев. Он не заслужил даже достойного появления, ведь оно случилось за кадром. Нам показали ящера после того, как его схватил Доктор Стрэндж, пока Питер разбирался с Электро и Песочным Человеком. После этого он сидел в фургоне немалую часть фильма, а потом превратился в забытого компьютерного монстра, преследующего Паучка. Даже то, как его вывели из строя, идентичен его гибели в новом Человеке-пауке. К сожалению, ящер стал частью фильма только потому, что нужно было набрать нужное количество злодеев. Флинт Марко, также известный как Песочный Человек, – один из оригинальной группы кинематографических злодеев Человека-паука. Последний раз его можно было увидеть в фильме с Тоби Магуайром Человек-паук 3, но Марко всё ещё представляет опасность для этого конкретного паучка, пусть и не так сильно, как остальные злодеи. Несмотря на то, что его присутствие заметно на протяжении большей части фильма, оно вызывает несколько вопросов в заключительном акте, где он сражается против героев по непонятным причинам. Он выходит на передний план только тогда, когда приходит время вступить в бой. Несмотря на то, что Песочный Человек по-прежнему приятен для глаз, он плохо вписывается в масштабную картину Нет пути домой. Среди всех врагов, с которыми сталкивается Человек-паук в Нет пути домой, Электро получил самое радикальное изменение с тех пор, как мы последний раз видели его в новом Человеке-пауке 2. Первоначально персонаж Джейми Фокса был неуклюжим ученым с зачесом, но тот Максвелл Дилан, которого мы увидели в новом фильме, попросту больше похож на актера, который его играет. Каким-то образом, время, проведенное Диланом в тюрьме после неудачной попытки стать чистой энергией, превратило его в одного из немногих преступников в этой группе, с которыми даже хочется общаться. Тем не менее, его одержимость новой формы и энергии делает его серьезной проблемой, поэтому он отлично подходит для третьего места. Загадочный враг Человека-паука из оригинальной трилогии режиссёра Сэма Рэйми, доктор Отта Октавиус, вернувшись в Человеке-пауке Нет пути домой, остался столь же очаровательным и пугающим. И неудивительно, что Альфред Моллино изобразил ученого, которого мы не видели уже 17 лет, безо всяких проблем. От разрозненных воспоминаний о поединке с Человеком-пауком до борьбы с голосами в своей голове. Моллино наглядно демонстрирует, почему его игра в Человеке-пауке 2 сделала его одним из лучших злодеев кинокомиксов в истории. Мы знаем, что для достижения своей цели Октавиус прибегал к насилию и преступным методам, но нам всё же удалось увидеть в нём хорошего человека в последние минуты его жизни. В Нет пути домой много времени уделяется тому, что провальное дело можно довести до конца. В этой обстановке Доктор Осьминог воспринимается здесь почти Скруджем перед тем, как понять ошибочность своего образа жизни, поэтому его возвращение к добру особенно радует глаз. Никто не уделяет своему персонажу больше внимания и не продвигает его вперед сильнее, чем Уильям Дефо в роли Нормана Осборна, также известного как Зеленый Гоблин. Первый враг Человека-паука Тоби Магуайра мог бы вообще не стараться, но вместо этого он снова вживается в образ и человека, и монстра, контролирующего его, что делает его одним из самых грозных врагов, с которыми сталкивался Паук Холланда. В фильме Человек-паук Нет пути домой убрали культовую, но ограничивающую актёрскую игру маску, и разница между Осборном и Зеленым Гоблином стала гораздо более сильной и ужасающей. Монстр на планере легко доводит до предела героя Холланда, без труда проникая ему в голову. Невозможно отрицать, что на протяжении многих лет киновселенная Марвел реализовала множество величайших злодеев, но Зеленый Гоблин напоминает всем, что смог установить высокую планку задолго до того, как киновселенная Марвел в принципе появилась. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же, скоро выйдут и другие ролики про Человека-паука Нет пути домой, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!